Всем привет из Сиднея! Сегодня мы едем в столицу Австралии Кэнбера. На пути образовалась небольшая пробка, у кого нервы крепче. Победил сильнейший. Еще один. Поступил. Хороший. Добрались до столицы Кэнбера. Здесь много интересных мест, но сегодня мы посетим военный мемориал. Перед нами здание нового парламента, где заседает правительство. Это улица Анзак Парейд. Впереди виден старый и новые парламенты. И вдоль этой улицы установлены скульптуры в память о разных событиях и войнах. Эта дорога как раз нас приведет к военному мемориалу Австралии, чтобы увидеть коллекцию военной техники. Музей был открыт в 1941 году. Вход бесплатный. Около музея под открытым небом выставлены три военные машины. Австралийский бушмастер, бронетранспортер, броневой автомобиль, бывший автомобиль корпуса морской пехоты США, британский танк «Центурион». Во Вьетнаме в ствол танка попала реактивная граната РПГ. И танк на корабле доставили в Австралию. В музее каждой войне посвящен отдельный зал. Мы в зале о Второй мировой войне. Я не буду подробно останавливаться на каждом экспонате. Уверена, что все эти модели вы знаете лучше меня. Музей — это большое двухэтажное здание и хранит огромное количество военной техники, оружия, предметов искусства, различных документов. Этот мемориал — дань вечной памяти всем солдатам, участвовавшим в войнах в составе Австралийского Содружества. Сейчас здание перестраивается, поэтому часть залов и экспонатов недоступны, к сожалению. Сама столица Австралии, Кенбера, была построена специально, как новый город, практически на пустом месте. Из-за долгих споров между Сиднеем и Мельбурном никак не могли решить, в каком городе делать столицу. Это образец жилья для солдат во время войны. Итальянский лёгкий танк. Столица Кенбера была построена в 1913 году и проживает в ней около полумиллиона человек. Сражение в Египте в 1942 году. Приветствия от китайских войск! Приветствуем победу наших дружественных австралийских императорских сил! В 1945 году на Борнео австралийские солдаты переоборудовали джипы для движения по рельсам из-за недостатка локомотивов. Военные конфликты после 1945 года. Афганистан. Корея. Вьетнам. Вездеход для перевозки и защиты экипажа. Гаубица. Зал самолётов. Субтитры создавал DimaTorzok Фрагмент от советского Мига-15 Участника войны в Корее в 50-х годах Это Стена Славы Здесь расположен список всех австралийцев Погибших на войне Начиная с 19 века Мы еще обязательно вернемся в Кэмбера Спасибо, что досмотрели до конца Подписывайтесь, если было интересно С вами был комментатор Исиднея До свидания